На последней пресс-конференции исполняющий обязанности главы города Константин Шестаков обозначил намерение разработки программы развития города Владивосток на пятилетний период. Намерение неплохое, в целом правильное. Действительно, важно понимать перспективы и желаемые цели их соразмерности к текущим реалиям. Поэтому возникает вопрос, город Владивосток, он где? Он кто? Он сам по себе? Либо он в вертикали, в очень жесткой вертикали такого федерального целеполагания и более того, опять же нас назвали, опять же повторюсь, приоритетной геостратегической территорией. То есть это обязывает, это налагает обязательства. И мы обязаны, мы, я имею в виду органы власти, хотя я к ним уже не отношусь, естественно, обязаны органы власти вот эту позицию, это целеполагание ретранслировать в программах, в проектах и во всей своей деятельности. Сейчас в городской администрации идет активное обсуждение изменений. Теперь, когда приморская столица стала дальневосточной, Владивостоку нужны серьезные перемены. Здесь что в плюсе, чего не было в наше время, это то, что статус, столичный статус, он, конечно, тоже добавляет определенное количество миллиардов рублей в доходную часть бюджета, это плюс. И здесь, конечно, и можно и нужно этот фактор учитывать для того, чтобы, опять же, выстраивать какие-то инструменты для обустройства и так далее, и так далее. Но, опять же, если мы говорим о развитии экономики, мы понимаем, что нам придется инвестиции привлекать частного плана. То есть, если мы не можем привлечь государственные, бюджетные, тогда частного плана. Это целая работа. С чего начать? Вопрос серьезный, но ответ уже, кажется, есть. Алексей Чекунков, глава Минвостокразвития на Дальневосточном медиасаммите 2021 обозначил простую формулу счастья – концепцию 3D – дом, достоинство и достаток. Все проекты по развитию города должны этой формуле соответствовать. На мой взгляд, это акцент на промышленность, это акцент на инновации, это акцент на, не буду говорить инвестиционную привлекательность, потому что термин такой затертый, но, скажем, на инвестиционный комфорт лиц, которые приносят деньги в экономику. И, конечно же, самое главное для нас, как для жителей, это благоустройство наших общественных зон и пространства. Но это категорически вещь, которая должна быть. Город, к сожалению, за последние три года не так стал хорош, увы. Это надо категорически менять, поэтому я четыре пункта обозначу. Если они будут выполнены, это уже будут хорошие, серьезные результаты. Немаловажен в процессе изменений и диалог с жителями. Все проекты по развитию должны в конечном итоге привести к комфорту горожан. А так, конечно, если задать себе вопрос, что такое Владивосток, каким я его вижу, ну, у меня будет одно видение, у вас другое, а у 630 тысяч жителей еще 630 тысяч картинок. И каждая будет справедлива и, может быть, сводима в одно целое. Пока программа социально-экономического развития города находится в разработке. Срок создания плана – полтора месяца. За это время будет проведен необходимый анализ и составлен проект, который в дальнейшем обсудят с жителями и правительством Приморского края. Екатерина Зверева, Денис Фадеев. Новости на Восьмом. Денис Фадеев. Новости. 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 Продолжение следует...